Изо дня в день Происходит одно и то же Сплошная скука Изо дня в день Этот мир Гниет на глазах Боги смерти Они и их мир Это отражение людей, людского мира С одной лишь разницей Убить никого нельзя А поэтому любой конфликт изначально не имеет Длительного продолжения Бессмысленно захватывать власть и как следствие Остается лишь заниматься самим собой Но чем заняться, если живешь вечно? Этот же вопрос можно задать любому человеку Так или иначе жизнь людей И ее сопутствующие потребности Аккумулируются вокруг смерти Куда-то успеть что-то и кому-то доказать И прочее и так далее Гонку по кругу Где финал это шаг за черту Шаг, который ждет абсолютно каждого Вне зависимости вообще ни от чего Нищий ты или король Прожил ли ты месяц или сотню лет Финал для каждого один Как и начало для каждого одно Боги смерти бывшие люди Это очевидно Разница в том, что тем, кто пользовался Тетрадью смертью в человеческой жизни Был дан как бы секретный пароль Для взлома этой матрицы Возможность изменять мир поистину Божественным методом Однако Это изменение призрачно Так как это изменение лишь с помощью Чей-либо смерти По сюжету тетрадь уже не раз попадала в этот мир Люди по-разному ею пользовались Относительно своих амбиций И все же человеческий мир Так и ничем не изменился Корпорации, власть и капитализм Как сказал один человек Если бы каждому из нас была дана Возможность повесить другого То никто бы из нас не избежал виселицы Боги смерти заперты в неком небытии Их привязка к собственному существованию Достаточно странная Нет цели, нет желаний Нет того вкуса жизни Который так любил Люк Проявляя его в любви к яблокам Кстати о яблоках и самой тетради В истории Адама и Евы Самый вожделенный плод в саду Был плодом древа познания добра и зла В классической интерпретации Его приравняли к яблоку Интересное совпадение Также Адаму было сказано Что в тот день, когда ты вкусишь От древа познания Ты умрешь смертью День считался за тысячу лет Поэтому в библейских сюжетах Никто так и не дожил до тысячи лет В нашем человеческом восприятии Времени Тетрадь смерти это возможная отсылка К тому самому плоду древа познания Вероятно, по этой же причине Рюк так любят эти сочные красные яблоки В том же месте, где он находится Яблоки вовсе не такие сочные Вкусные, приятные на вид В том месте от знаний нет никакого прока Так как желания и чувства богов смерти Давно угасли Их жизнь описана как некий антипод В жизни человеческой То есть жизнь ради жизни Бесцельное существование Посягаемое страхом смерти Никто из богов не хочет лишаться собственной осознанности памяти Собственного я Они так же, как и люди, боятся смертью С одной лишь разницей Они имеют власть отсрачивать ее На бесконечное количество времени Это уже вошло в привычку Люди находятся в той же ловушке Но скорая и иногда внезапная смерть Создают иллюзию осознанности целей Создают призрачные причины существования Но если мы посмотрим на это со стороны Мы увидим лишь жалкую бесцельную мышиную возню Ради того, чтобы насытить свой желудок И убить свое время С желудками у богов смерти проблем нет Со временем, видимо, тоже Однако есть небольшой нюанс Бог смерти может добровольно умереть Если у него будет личная мотивация Забрать чью-то жизнь Если он примет осознанное участие в чьей-то смерти Вспомните бога, который пожертвовал своей жизнью ради миссы Джелоса Вспомните, как в аниме показана его смерть Он умирает, как бы множеством светящихся песчинок Такая же смерть ждала и Рэм Некая волшебная, мягкая, безболезненная и красивая смерть Он ушел из мира богов смерти в другой мир В действительности, мир богов смерти – это тюрьма душ, которые до безумия боятся умереть Ведь согласитесь, если ты убил сотню, тысячу, а может быть миллион человек Это отделяет тебя самого от смерти Смерть становится как бы твоим инструментом, она тебе подвластна И чем больше людей ты умертвил, тем в реальности сам будешь бояться умереть больше и больше Ведь ты не убил их в битве Ты не стоял лицом к лицу смерти, как воин Ты как бы в тени, действуя из пустоты Ведомый страхом, который со временем превратится в хроническую паранойю Чем больше ты будешь продолжать, тем более параноидальным ты будешь становиться Это мы можем наблюдать на примере Киры Которого страсть к смерти привела к собственному расстройству личности Власть убить любого, это власть отдалить себя самого от смерти Возможность почувствовать себя Богом Но не Богом Творцом, а именно Богом смерти Верховный же Бог, первый и главный Бог смерти Должен быть не кто иной, как сам дьявол Самый первый насадивший смерть Давший вкусить ее понимание людям Он дольше всех находится в том месте Не в нашем мире, не в Аде и не на небесах И уж конечно, из всех Богов смерти, из всех людей, которые стали Богами Он самый древний, вероятно, самый большой убийца из всех Вот что сказано в Евангелии от Иоанна Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине Кстати, знание имени не просто так присутствует в этом произведении В древности считалось, что если ты знаешь чье-то имя, то имеешь над ним власть Имеешь возможность взаимодействовать в большей или меньшей степени на того, кто его носит Единственный плюс этого места, раз уж попавшие туда не попали ни в ад, ни в рай Это избежание суда за свои поступки Да, носителю тетради придется умереть столько же раз, сколько он сам убил И умереть так же, как умерли те, кто убил с помощью тетради Но это лишь суть, связанной с последствиями использования тетради смерти Иных наказаний мир богов, смерти, насколько я понимаю, не преследуют Попавший туда может жить вечно И так же вечно может быть лишен Смысла Пресная жизнь длиной в бесконечность, поглощаемая страхом смерти И стечением времени сотни, а может и тысячи лет Шелания для того, чтобы убить кого-либо по личным мотивам Становится равна нулю Жизнь превращается в привычку И только любовь может сподвигнуть тебя к переменам Только ради нее ты можешь пожертвовать вечностью Так случилось с Джеллосом И так же случилось с РМ Есть один интересный момент, показывающий, насколько жизнь сильнее и разнообразнее смерти Давайте пофантазируем, что бы было, если бы тетрадь смерти можно было заменить на тетрадь жизни Совершенная противоположность Но что смогла бы дать такая тетрадь? Только представьте себе, насколько последствия тетради жизни несоизмеримо выше и могущественнее тетради смерти Но и насколько она опаснее Можно воскресить любого человека, к примеру, историка, жившего в определенное время Который смог бы прояснить картину того времени, так сказать, от первого лица Любого великого ученого или жертву убийства Гениального полководца-изобретателя Любого пророка Будду Иисуса Мухаммеда или Авраама Любого мудреца Художника-музыканта И так далее Можно было бы в один миг превратить мир людей в общество бессмертных и выдающихся талантливых личностей Но у каждой медали есть две стороны Попади такая тетрадь в плохие руки Какое количество сумасшедших психов, маньяков и прочих можно было бы вернуть к жизни? С такой властью было бы невозможно свернуть, к примеру, какую-либо могущественную группу лиц Власть отдельной организации могла бы существовать целую вечность И потом, как ни крути жизнь в человеческом мире, это страдания Как физические, так и моральные По сути, тетрадь жизни – это орудия, которые приковывают человека к этому миру в то время Как тетрадь смерти – это избавление от этих страданий Итак, извечное желание власти человека над жизнью и смертью в этом мире, как мы убедились, не принесло бы человеку в итоге желаемого результата Слишком высок соблазн воспользоваться божественной силой Слишком необдуманные шаги И, как следствие, слишком очевидные, печальные и то В том и другом случае он будет иметь плачевный финал А значит, что как бы человек не хотел поиграться в Бога, пока он им сам не станет Такая ноша ему не по плечу Самый верный и правильный способ использования тетради смерти или тетради жизни, попадя на тебе в руки Это их сжечь Ведь каждая из них может свести тебя с ума своей властью и ты просто впадешь в безумие Каждая из них может попасть в руки человека с корыстным намерением и злым сердцем И тогда катастрофы не избежать Ставьте лайки, если вам понравилось это видео Пишите комментарии, если хотите еще разбор в тетради смерти или любого другого произведения И надеюсь, до новых встреч Если, конечно, кто-то там наверху уже не записал меня в свою тетрадь Долгих вам лет жизни и до новых встреч на канале WatchGoals Удачи!